Мы, конечно, не будем отваживаться на то, чтобы аж так оскорблять интеллект и засирать мозги и свои, и слушателей. То есть, руководствоваться школьными учебниками программы ЛДНР, там, где они показывают мясников, маньяков, преступников, террористов, таких как Гиви, Моторола и эксетера других, как героев, которые погибли якобы от руки кровожадных укров на Донеччине та на Луганщине. А лучше это сказать с большей долей вероятности логики, самой элементарной, которой и следует всем руководствоваться, если нет источников. Какие источники? О чем мы говорим? О каких вообще источниках тут речь ведется? О источниках совсем недавней истории. Я уже молчу о совсем давней истории, там, где все исковеркано и опошлено брехнёй, неправдою со всех сторон. Как с Европы, ну, ладно, как с Польши, с Россией, а Украины, как бы, и не было тогда, чтобы аж так брехать, люди записывали все, что могли. То есть, как было передано, переказ через, как бы, тогдашний интернет, 30-х, 1930-х, там, 20-х, в прошлом веке, через банду рыстив. Вот они несли только эту информацию, по людям распространяли. То есть, говорится о том, что почему таки Путин убил, ну, ликвидировал, уничтожил главарей ЛДНР. Самая простая логика. Потому что они, эти боевики, были такие кровожадные и доукраинской крови, и невоздержанные, что они ставили своим вот таким поведением, невоздержанностью, кровожадностью к украинцам, патриотам, захистникам ветчизны ныньки. Они ставили путятинскую власть в неопределенность. Тогда, когда Порошенко договорился с Путиным о вполне определенной определенности. Короче, хорош предисловие. Какие же все-таки самые главные причины уничтожения Путиным своих боевиков, террористов на Донбассе? Его шавок, которые уже начали там, на месте, на Донбассе возноситься в киногероев. И под этим геройством издеваться над украинцами, как военными, так и гражданскими. Короче, главная причина – это договорки, сховорки, сговорняк Путина и Порошенко. Порошенко убирают добробаты украинские с передовой. А Путин убирает своих отмороженных боевиков, которые могут спровоцировать эти добробаты украинские к тотальному освобождению для начала освобождения Донбасса всего. А потом и Крым останется под большим вопросом, путятинский ли он. То есть, если говорить очень уж просто, ну, оптимально, упрощенно, то а не Путину, тем более Путину, а не Порошенко, тем более Порошенко, не нужны были добробаты, такие добробаты, которые были в 14-м году, которые по образу, по прообразу Маннергейма освобождали уже, там, маленькая частичка осталась неосвобожденных территорий суверенных украинских. И тут пух на тебе появился, откуда ни возьмись, Порошенко. И освобождению пришел конец. То есть, пришел кровавый мир, постоянного убийства, расстрела, как в тире украинцев, украинских войск, наших побратимов украинской крови. И Рашеновским пропагандонам это все превозносилось, как время, оттянуть время для реформ, настоящих реформ в Украине. Ну, мы видим торговлю на крови, воровство Свино-Рачуковское, зараза, ватничество, пролаз в бизнесе, рыгов и тому подобное. То есть, антимайдан вышел. А для Путятина это время, естественно, было показать своему народу, во все фанфары вбить, что он великий освободитель, типа земель русских. А в сумме и то, и то, и Путятина, и Рашеновщина использовали все чисто для своей власти и своего наживалова Путин использовал для продления власти, чисто чтобы биомасса хлопала из-за того, что она славяне убивает славян, еще плюс буряты приезжают убивать христиан, славян, украинцев. А Порошенко использовал это все, а такой мир для усовершенствования, для усиления своей коррупционной власти и для узурпации этой власти. Такой сладенькой, такой тоталитарненькой, рашеновской, барыжной, воровской. Вот для чего нужны были отводы неотводящихся Гиви Моторолы и отводы неотводящихся, но так мешающие коррупционной власти рашенов, добробатов. То есть, это взаимные уступки. Плюс к тому же кадыровцы, псевдо-чеченцы приезжали на Донбасс убивать христиан, украинцев, славян. А кадыров сейчас заявляет кому-то там из дагестанцев, что ой ты шайтан, что ты там грозишься выйти, давай один на один выйди, приезжай ко мне в Грозный и тогда поговорим, на площадь выйдем. Нет, ты не отправляй кадыров своих чеченцев на Донбасс, ты сам приезжал бы, ты сам бы приехал в 2014 году и вместо чеченцев бы показал класс стрельбы, показал бы какой ты там герой. Они высылаешь своих чеченцев на мясо. Потому что добробаты рассказывали, как кадыровцы утекай, как мумитроль поет. Просто утекали с Донбасса, с подволновахи, как их батальон слабожанщина оттуда во Харьков-1 гнал. Вот он людей послал туда, которые поверили ему, этому кадырову, что он путь истины есть. А он оказался обычным подпутиновцем. А теперь грозит дагестанцам, что ой ты шайтан, давай один на один, ты войди в метро, сложи полномочия, тогда с тобой люди как один с одним поговорят. То есть Бог Всевышний, и чеченцы, и чкерцы это не отрицают, дает всем нациям и религиям, конфессиям, динаминациям, как бы равные шансы показать себя ху-ис-ху, кто есть на деле говоруном о ценностях своей даже религии. И кто в икону исполняет эти ценности от Всевышнего на деле. И не переписывает их под какой-то ваххабитизм, не переписывает ту же самую Тору под какую-то кабалу или талмудизм какой-то сатанинский. Нет, он строго, строжайшим образом исполняет то, что начертано в Библии. А там сами мусульмане говорят, что ждут тоже прихода Христа. Но дело не в этом. То есть как вообще человек, который ассоциирует себя с Путиным, под кальку, все, что он делает и говорит, говорит, что он его вождь. То есть Путин для него кто тогда, для кадыровцев? Пророк, получается. Выходит так, что как может тогда пророк Путин прикрываться детьми? И Путин же заявляет, вот мы будем стоять сзади мирных населения, мирных жителей Украины, да или той же самой России. Как они всегда делают, Росгвардия сейчас детей с ДЦП, больных колясочников чуть ли не избивает. Кидает женщин в грудину, бьет в солнечное сплетение, кидает в мутузку своих славян, якобы своих. То есть это получается пророк, да, это Путин все исполняет, а ему кадыровцы поклоняются, выходит, получается. Это что, вот такое пророчество у них новое открылось? Ответвление власти такой мусульманской, да, получается? Нет, конечно же. Там такого нет и взагали, и вообще. То есть, получается, опять грех воздействует на человека, на правителя, который пользуется тем, что там ядерная держава, там, и управляет с комплексом неполноценности КГБ-шенки и тому подобное. И под славой этого, под силой этого, он и свою власть, свою личность, свое, как бы он считает честь и достоинство, тоже выкоростовывая, использует это против других людей беззащитных, слабых. О! Приехали, называется. Ну, то есть, вот я помню, в армии, в армейке, в Савдеповской, Савковой тоже, СССРовской, был один чеченец. И вот он такой дрожливый был, блин, здоровенький такой, и такой постоянно наглый, постоянно выпендрился, постоянно надменная, властуха это. И думаю, ну, может, у них вот так вот в горах заведено. А потом, полтора года прошло, все, там, старший сержант, чей просто сержант, чей старший, там, куда-то там, то есть к власти. И я помню, он как тащился, перся, это его вообще раздвигало. Когда он командовал, доминировал над славянами, ну, над простыми, как бы, белыми, там, он доминировал, он там, в приказном порядке, он компенсировал этим свой комплекс неполноценности, то есть свой грех, свою гордыню компенсировал этим. Ну, воплощал этим, что доминирует над славянами, там, над украинцами, над русскими, другими нациями, ну, кто в армейке был. Ну, кому нахер им это всралось, была динаминация, а ему это всласть. И вот он к власти, к власти, к власти, а потом комухи рассыпались в коммуняки. Получается, Кадыров за коммунистов. Ну, как же быть может такое, когда коммунисты уничтожали тех самых ичкерцев, чеченцев. А он сейчас топит за Путина, за коммунистов. Да, Чечня вообще когда-то католическая была, до прихода мусульманства еще. Или до, или после, я точно не помню. Жесть, расклады вообще уже. Выходит, теперешние кадыровцы обменяли мир с Москвой, с Кремлем, с Путиным на то, что они переехали в Москву, не все, конечно, а группировки. Ну, и нормальные люди тоже. Без исключения, конечно. И там они зарабатывают и деньги, и вообще живут, и сеть своя, и мусульманства там проповедуют. То есть, получается, я не знаю, почему Шнуров вот этот пришавкиный, пришавкостный, шапка путиновская превратилась. С хорошего парня, великого такого русского рока-музыканта превратилась в шавку Путина. Вот этот Ленинград, Шнуров, там Москва горит, там что-то херь какая-то. То есть, почему он не поет, что Путин обменял мир с Чечней на чморение Москвы. То есть, он часть славян, часть русичей, часть русских передал, как бы, Кадырову во владение. Вот, все же помнят видео, как здоровые чеченцы ходили, пиздили вот этих слабаков, вообще пацанов. То бухарев каких-то, то еще каких-то пиздили. Пацаном на видео записывали. Вот так вот. А нормальные чеченцы в Польшу драпанули, потому что они не хотели под этим игом недомусульмании, вообще квазимусульмании. То есть, сами придумали, что они вот типа мусульмане, путинский мусульманизм у них вышел. Вот так вот, другого никак, обозначение выделить, уж невозможно определение, дефиницию под вот такой теперешней, теперешнюю Чечню, к сожалению. Которая едет на Донбасс нас убивать нахер. Вообще капец. Это потолок. Мы боремся за суверенство, за незалежность, так же, как и чеченцы в свое время боролись. А они едут нас убивать. Это что, мусульманизм такой? Ну это вообще капец. Вообще боролись с коммунизмом, а теперь он пляшет под дудку Путина. Коммунизм, голова, красный, хоп, ахимир. Жесть вообще. Белиберда. 2 плюс 2, 78. Окей, повернемося до наших баранев. Выходит, уничтожение боевиков, там, Моторол, Гиви. Кого там еще, я уже не помню. Путин им дам приказ ему на запад и в другую сторону. Как Моторола или... Короче, еще кто-то там хотел брать Польшу, там, ну, понятно. То есть, Путин не делает того, что ему невыгодно. По своему комплексу своей даже неполноценности. Это нужно учитывать. Когда комплекс неполноценности попадает во власть. Страшное оружие. Страшное подлое оружие становится. Короче, смысл такой, что если он завалил этих своих боевиков... А почему? Потому что они стали нарциссами там. Они могли спровоцировать тогда еще крепкие батальоны добробаты Украины. Украины к жестокой ответке. Такой ответке, что даже ЗСУ, Сбройные силы Украины, не послушались бы шапкиных, рашеновских, продажных приказов с Генштаба подперданного. Там, где одно решение, обдумывается несколько дней, когда на это нужны минуты и секунды. А то же бы ломанулись освобождать Украину, нынку свою, суверенную, как то записано в всех законах, в Конституции и тому подобное. Это долг рашеновский был защищать, а не сдавать. Какими угодно способами защищать. Ну, я имею ввиду, угодно конвентским соглашением освобождать. А это смогли бы сделать и добробаты и все. Ну, взяли и освободили. О, все, делов-то. И пока бы не рыпались в Крым, а осмотрелись, что там творится. Вот. И Путин, зная это, что гиви, моторолы, примаханные, они же видят слабых, пытать, пленных и тому подобное. Ну, издеваться, показывать этим, демонстрировать свою гордыню и компенсировать свой комплекс неполноценности. Вот. Вот их жизненная такая кредо, позиция, на что они и с проможем были. То есть, зная это, если ЗСУ и добробаты вместе будут аж так жестко, серьезно спровоцированы этими гивями, моторолами, то они как ломанулись бы. Я же говорю, никого не спрашивали, и тем более Путина. А так, всех котят, как бы это, пораскидывал и Порошенко, и порасформировал по частям туда-сюда, чтобы не было единиц, чтобы не было сильных, самостоятельных единиц, единиц, которые есть в НАТО, в американских войсках. Там, где адмирал не думает, послать ли сракоперданный генштаб директиву, об этом же специалисты говорят, или не послать, когда на него вот уже 5 метров, 20-30 метров нападает враг. Он об этом не думает, он отбивает нахрен этого врага. Да, там могут быть провокации, все эти дела, но что поделать, что такая война она, жестокая вещь. Значит, тогда 30 миллионов в Украине, 10 миллионов под оружие и воевать, и воевать, и воевать. А не так, что идут, и только пушечное мясо в тире. Вот поэтому Порошенко убрал добробата, чтобы воровать себе на сласть. И сказал же Путину, ты ж меня ж видишь, что ты все схвачен, а я ж иду на второй термин, на второй срок, я ж буду ого-го. И Путин, да, репу чешет, думает, да, в натуре, на второй срок пойдет, да, вот так вот, все схвачено. И решил, ну да, значит, и у меня надо такое придерживаться, чтобы они гинули, чтобы, все-таки это же как война, все эти дела, чтобы страшить, страшить, пугать постоянно украинскую сторону. Ну, нет, аж так, чтобы все ломанулись и выперли оккупанта врага за границы нашей неньки матеньки Украины суверенной. А потом вернулись и пошли, сука, еще больше потрошить эту мразь, парашу сволочь на банковой предательскую суку, которая, блядь, продажная, блядь, неньки нашей Украины. Вот такие расклады. Это ж очень просто понять и допереть до этого. То есть, если бы не было вора, рошена-порошена, то Украина кинулась, ринулась бы в атаку, и Европа не шла бы даже на какие-то санкции против России, она наоборот бы. И Европа, и Америка помогала в военном отношении, техникой, оружием, может, даже и людьми, профессионалами, там, обучением, инструкторами и так далее. Помогала до такой бы степени, что долго бы там мыслить, думать, ждать, смотреть, когда, как Бухие захватывает Бухари, все пара и ватники, облдержадминистрации в Луганске или в Донецке. Даже этого бы, это происходило бы за считанные часы с помощью, с благой помощью той же самой Европы. Быстро бы освободили территорию бы Украины, если бы не рошен, если бы не ватные, ну, ватные, я имею в виду хлопчатая бумажка, ну, никакие дорошеновские правители, постмайдановские, нужно было ее просто давить и освобождать. И Европа с удовольствием бы качала дешевый бы газ себе, и цена бы вообще упала, и одновременно освобождать помогала бы Украине вместе с украинцами. Это закон, американцы говорят, если вы не освобождаете, мы за вас этого делать не будем. Если вы не воюете, вы не протестуете, значит, вы все, вы никто, значит, ну, вот такая ваша судьба, лачить жалкое существование. Это закон чистой физики. Второй закон для россиян, чистой физики, что, еще раз повторюсь, школьный пример с гантельками. Это чисто психология, политическая физика для России. Давить медленно, но постоянно и уверенно, тогда оборвется власть сверху. А если давить резко и так эмоционально, то власть обрывается, ну, у народа, народ обрывается вместо власти вертикали. Это чистая физика. Так есть, было и везде, во все времена. Не нужно это забывать. Это самое главное, чтобы оборвать преступную власть в России. Чтобы Россия стала нормальной, христианской державой с другими, с уважением других, естественно, и конфессий, и религий, и тому подобное. И тогда, скинув режим преступный Путина, нормальная Россия скажет, все, для преступников лагеря, гулаги, готовы в Мордовии шить там фуфайки и тому подобное, восстанавливать леса, проданные Путиным, Китаю и тому подобное. Убитая экология, заново зарытые свалки выгребать, сортировать, чистить экологию. Ту экологию, которую Бог дал России. Использование, а не набивание путиновских и шавок Путина карманов преступных. Субтитры создавал DimaTorzok